Я здесь с Михаилом Кобалия, руководителем русского команды. Михаил, расскажите нам, что ваша ассесмента этого чемпионата? Как сильный он и какие шансы для русского команды? Привет! Это шансы, которые мы увидим после 9 раунда. Сейчас, конечно, команда индийского команды – главный феврорит. У нас еще сильные команды, как Россия, как Иран, Армения, Узбекистан. Мы увидим, что это только 9 раунда. Это будет очень сильный турнир. Мы попытаемся сделать намного, как обычно, и мы увидим, что будет. Вы можете рассказать нам о своих игроках? Потому что они не так известны, как многие другие. Вы можете рассказать нам немного о чемпионате русского команды? Ну, первое, нашу первую команду – Семен Ломасов. Он был чемпионат в прошлом году, в 14-м году. Так что уже немного известен. И другие парни – довольно сильные. 24-плюс. То есть, как в интернациональных мастерах. И наша девушка – очень сильная. Боленцева Александра. Она тоже была чемпионатом. И последний год была вторая чемпионатом. Так что у нас очень сильная команда. Что вы говорите о двух молодых индийных талантах? Прагнананда и Ни Хал. Как вы их осознете? Они довольно сильные. Осознание, когда вы видите на фиде рейтинг лист, вы можете видеть все. Я имею в виду, что это основная причина. Осознание или нет. Вы видите на конкурсах. Вы видите на турнирах. Но, например, Трагананда играл в Чаголин-Меморелле. В России не было так хорошо. Но тогда играл в чемпионате мира. И в Италии. И там играл в первую очередь. Так что, конечно, это довольно сильное. Но, может быть, только какие-то не хорошие новости. Для Индии, что эта Олимпиадия в Индии. Может быть, эта команда не играет так хорошо. Может быть, это основная проблема для вас. Но мы увидим. На практике мы увидим, что это будет. И это ваш первый раз в Индии? Или вы уже был здесь? Нет, это было 20 лет назад. Это было в Италии. В Италии. В Италии. В Италии. В июле, в Италии. В июле. В июле. Но это очень далеко. и это еще раз. Это еще раз. И вы уже уже спустите время в Индии, вы уже уже не чувствуете себя в этом месте и климате? Вы чувствуете себя комфортно? Да, это комфортно, потому что это виноваты. В Каликато было много раз, поэтому было большой раз, где-то везде и везде. Здесь это нормальный температура, как нормальный сомнер для нас. Для этого вопроса это довольно обычный. Михаил, мы желаем твоему команду и тебе все хорошо. Мы надеемся на хорошие матчи. Спасибо.